Всех витаю, дорогие мои друзья! Сегодня мы с вами посетим ботанический сад имени Фомина. Находится этот ботанический сад в центре Киева, возле метро Университет. Можно прийти в любое время сюда. Вот, посмотрите, экскурсий сколько много. Вот одни дети пошли, вторые. Хорошо хоть детей будет в ботанический сад, чтобы они могли увидеть эту красоту. И мы с вами тоже сегодня отправимся в путешествие. Сегодня будет у нас коротенькое видео о растении. А вообще здесь очень много интересного. В каждой теплице, в каждой оранжереи, потому что здесь большая территория и много разных теплиц. Много интересного здесь можно увидеть. А сегодня мы с вами побываем в оранжереи папоротника. И познакомимся с Ларисой Павловной. Саму Ларису Павловну вы не увидите, потому что она стесняется и не хочет показываться. Но голос услышите, она вам немножко расскажет про растение. Я надеюсь, когда-нибудь, все-таки мы поближе с ней познакомимся. И она вам расскажет еще очень много интересного. Вот такая высокая оранжерея. И мы с вами направляемся в эту оранжерею. Поднимаюсь на второй этаж. Пальмы, смотрите, какие высокие. Вот, посмотрите, Левинстона, пальма упирается в самый потолок. И можно, она вот только недавно отсвела, можно было ее снять, но не успела я. Ну, сейчас вам покажу другое цветение, другой пальмы. Подняла, сейчас буду идти с балкона. Аж высоты, боюсь. Ох, веточка какая интересная. Как здесь узко. Какой балкончик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какая красота. Вообще шикарная, посмотрите. Ого, какие здоровые пальмы. И цветут. Сейчас покажу приближу. Цветение пальмы, посмотрите. Как цветет желтым. Желтыми цветочками. Красота. Ого. Красотень какая. Какие огромные листья. Здесь даже запах особый. Тут же ж вот собраны, смотрите, это ж пальмы собраны австралийские, гавеи, вот эти вот, бутылка видная, снизу утолщение. Потом тут, ну, там один эвкалипт у нас есть. Здесь несколько араукарий вот у нас есть. Вот араукария высокая. Вот а колючая, араукария бидвила. Вот видите, колючая такая под потолок пошла. Ну и пальмы. А пальмы тут он, вот я вам сказал, гавеи. И вот эта левестона южная. Вот эта большая, которая в потолке у нас. Она у нас с января по февраль цветет. Опоздала ей. Каждый год она по-разному. Раньше она в марте цвела. Потом сместилась немножко, зима чуть теплее стала. Сместилась несколько. Вот там самое главное, несколько дней солнца. Вот если есть несколько солнечных дней, нагревается верх теплицы до 20-25 градусов, и она начинает цвести. Ей оптимальное цветение это 30-35 градусов. Но так как она в другом немножко климате, то она вот старается ухватить этот период. В этом году январь был теплый, и она зацвела раньше. Как правило, у нас же январь холодный, поэтому она где-то на конец февраля на март цветает. А в этом году солнечная активность была другая. Я сбила с цветения, она у нас зацвела. Но она у нас уже в таком, в старушищеем положении. То есть мы ждем, когда она помрет. Это может быть любой, знаете, так вот, как человек умирает. Бам, бегал-бегал. А сколько ели? Больше 200. У нас на следующий год Ботсаду 180 лет. А она была завезена к нам еще уже 20-летним деревом. То есть уже большим деревом была привезена. Так специально для нее ж теплицу, да, делали? Три раза. Три раза разбирали. Сначала теплица была 8-метровая. Потом теплица... Пронесете, ребята? Да. Потом теплицу перестроили 18 метров. И в 70-х годах ее вот 30 метров сделали специально под высокорослые растения, которым было уже больше 150 лет. Ну вот сейчас они уже, видите. Вот у нас араукария в потолке. Вот так. Вы к ней подойдете снизу, посмотрите на нее. Она тоже в потолке. И вот это вот пальма. Ленистона. Она тоже в потолке. Папоротниковая оранжерея. Собрано около 150 наименований тропических, субтропических папоротников. Ну всегда самый большой интерес вызывают эпифитные плетицериумы. Или другими словами их еще называют оленьий рог, лосиный рог, лоскорог. В природе они растут вот так, как вы тут видите на досках. В природе они растут на стволах и ветвях дерева. У них два типа листьев. Один тип листьев называется трофофилы. Они присасываются к субстрату, прикрепляются к субстрату. Верхний край остается свободным и за ним собирается лесной мусор. Какой в лесу мусор? Веточки, листики сухие, мертвые насекомые, птичий помет. Просто пыль ветер носит. Туда попадает вода, все это перегнивает. Образуется субстрат, в который прорастают корни папоротника. Второй тип листьев называется спорофилы. Именно они имеют форму рогов, лося или оленя. На нижней поверхности этих листьев образуются споры. Сейчас, к сожалению, нет, потому что не сезон. Но тут, если вы посмотрите, вот два листа, и вот наверху видно такие темные пятны. Да, 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 видно, видно. Это сорусы спорангев. У них образуется очень много споров, которые разносятся ветром. Они попадают на стволы вращелин и коры, на стволы ветки дерева. В наш техногенный век могут даже прорастать на бетонных столбах и на оцинкованных крышах. Растут новые растения. Разносятся ветром споры мельчайшие на большие расстояния. Такой эпифитный папоротник, который называется плетицериум. Еще один очень популярный и даже выращается как комнатный папоротник, который называется асплиниум или птичий гнездо. У этого папоротника скапливаются такие же остатки в воронке, образованной листьями. Плетицериумы, ой, асплиниумы могут образовать такие вот гнезда в воронке до полутора-двух метров в диаметре. Это очень большие растения. Как все эпифиты и плетицериумы, и асплиниумы, и вот тут вы еще видите дринарии, вот такие вот аглоаморфы. Им всем надо довольно много света. Именно поэтому они поднимаются, рассыпают свои споры вот туда, в дверь, чтобы там можно было получить как можно больше света. Ну, еще, пожалуй, самое интересное растение нашего сада, самое старое, может быть, растение нашего сада. Почему я говорю может быть? Потому что точных документальных данных о его возрасте нет. Но мы знаем, что это растение, есть такая вот садовская легенда, что в свое время уже взрослым привез и завтраки. Известный вакцинат, сахарозаводчик Терещенко, подарил ботаническому саду. Это растение из группы голосеменных растений, а именно саговниковых. Растение, родом, как я уже сказала, из Южной Африки, оно очень редкое и в природе, потому что саговники, они вымирают. Растение называется энцефаляртес угрожающий, энцефаляртес харидус. Этому растению, по некоторым оценкам, около 200 лет. Известный вакцинат, он тоже очень редкий, как в природе, так и в культуре. Вот сейчас, вот вы видите, начинает у него образовываться шишка. Именно в таких шишках и образуются семена этого растения. Это есть чешуйки, или они еще называются мегастробилы. Под каждой такой чешуйкой мегастробилы образовываются два семизачатка. Если на них попадают пыльца из мужских экземпляров, то образуются семена. У нас мужских экземпляров нет, поэтому, к сожалению, семена мы не получаем. Растение очень редкое. И в природе, и в культуре. На стене, вот вы видите, это фикус ползучий. Это фикус ползучий. Это одно большое растение старое, которое имеет форму присосок, который на него прикрепляется к любому субстрату, даже может к стеклу прикрепляться. Вот тут, если вам не интересно, вот это тоже из Саговниковых цироказаний. И если вы наклонитесь, то вы увидите, а тут мужской экземпляр. Вот вы увидите мужскую шишку микростробил, которые уже чешуйки отец. И там видно даже пыльники, в которых образуются пыльца или микроспоранки, которые могут опылять женские семизачатки на других растениях. Прохладно. Здесь вот этот же фикус, это один экземпляр на стене, что там, что там, вот тут вот его ствол. Да, здесь собрана коллекция тоже субтропические папоротники, то есть те, которым нужна прокладная зимовка. И волосы и нервные растения. Здесь очень интересные австралийские, новозеландские хвойные араукарии. Есть одна южноамериканская араукария, бразильская. Это новозеландская араукария, высокая. Здесь вот такие вот мексиканские саговники, дионы. Очень интересное растение. Действительно. Вот они на заднем плане, видите, с широкой такой хвоей, подокарпусы. Те, у которых хвойных растений нет ни колючек, ни шишек, потому что у них вот такая довольно... Вот тут вот хорошо, кстати, видно, вот он подокарпус. И у них отдельно расположены семена, у которых разрастается семенушка, образуется так называемая рецептакула, которая выполняет некоторые пункции плода. А поскольку это хвойное растение, то плода у него нет. Это стрептокарпус? Это не стрептокарпус, это родственник стрептокарпуса хирита, или как сейчас более правильно ее называть, примулина. Так похож на стрептокарпус. Родственник, близкий родственник одно семейство гиснериев, примулина. У меня вот только недавно, я вот купила, у меня только недавно стрептокарпус зацвел такой красивый. Да, стрептокарпус сейчас очень лодное растение. Это, кстати, папоротник совсем недавно приехал из Португалии. Это давалия канарская в Португалии, она растет в естественных условиях. А вот смотрите, вот, например, папоротники, да, вот купил человек папоротник, а какой нужно, вот какой грунт ему нужно, ему сразу нужно пересаживать или нет? Ну, вы знаете, это не такой однозначный вопрос, потому что надо смотреть, папоротник, это все равно, что купил человек дерево. Какой уход нужен дерево? Вы мне скажете, какому дереву? Яблоня, груша, сосна разные. То же самое папоротник. Это сборное название большой группы растений. Разные растения нуждаются в разном уходе. Надо ли сразу пересаживать, надо смотреть по состоянию растения, по состоянию коронавируса. Ну, с Голландии, которую привозят. Ну, так что? Есть хорошие, есть плохие. Конечно, обязательно. А вот легкие, грунт им нужен легкий, да? Ки-каржицкут, да. И почва какая должна быть? Кислая, не кислая? Вижу нейтральная. Разные нейтральные. О, так у вас очень много бегоний. Есть бегоний, да. Разных, разных. Нет, Майсена, какая красивая. Вот это аж темно-зелено. Это фикус этот, да. Нет, вот, вот, вот. А, Майсена, да, это новый лист уже вырос. Обалденно, просто красивый. Вот это мои любимые. Особенно вот этот, вот прям такой сочный цвет. А почему вот этого сильно сочный цвет, рисунок на листе? А здесь не очень. Это зависит от освещения. Вот этот вырос сейчас, когда уже довольно светлые дни. Он молодой, но такой еще светлый. Светлый, да, красавец. Фикус еще раз покажу. Да, покажите фикус. Допустим, это такой сорт. А вот это вот уже сорт. У нас есть такая сильная очень группа селекционеров в городе Днепр. Называется фирма Диметрис, клуб такой Диметрис. Это их селекция бегония. Сорт называется веселая метелица. Ага, здесь в таком закупочке. Вот посмотрите, уже тоже новый, посмотрите, как он красавчики. Крупная очень бегония. А это уже совсем другой, да? Да. Сорт другой. Бегония, ну, вид тот, что-то не нравится, но сорт другой. Обалдеть. Сейчас начинают отрастать, но живы чуть позже, чуть позже. Которые зимой нарушаются режимы, они болеют. А вот смотрите, какая ракурь. Да, это сорт называется картонена, и второе есть называют. Ну да, ну просто очень красиво. Да, сейчас очень модно. Ракушки, очень много выбили на сорту с такими улитками. Односторонними, есть двусторонние. Красивые, очень. Побитые, но вообще красивые. Это прошлогодние листа. Такими точками. Рошард, вот как этот сорт называется. Как? Рошард. Это называется Little Brasen of Gomory сорт. Это уже другая группа, это, видите, уже с побегами. Сейчас модно их называть Canby, они у любителей так они называются. Интересно. Ленивый лев, Ковардилайум. Ой, такой цвет, такой желтоватый, оранжевый. А он, да, он меняется в зависимости, видите, он может быть вот такой. Это одно растение, вот они в зависимости от освещения очень меняются. Как вы говорите, называется этот сорт? Ленивый лев. Ленивый лев. И вот это зеленый, он такой же, да? Нет, это не он. А это уже другой. Это Size Mora. Вот это вот он, и вот это вот он. Видите, а это уже другой совсем. Size Mora? Size Mora, да. Вот такой вот очень, сейчас, видите, тоже вот такой вот, тоже с улиточкой. Сорт называется Baby Dress. А вот такой вот с улиточкой, называется Lime Swirl. Ну, очень разнообразный. Как Lime? Lime Swirl, ну, лаймовый завиток. Сейчас тоже очень модная группа, выведено очень много сортов. Вот это я такого еще не видела цвета, красиво. Оранжевый с красным. Кстати, он покупался как оранжевый, а потом вот это красный проявляется. Если люди захотят дома вырастить вот такой вот оленьий рог, они смогут вырасти? Если захотят, то смогут. Вот этот вот как раз посредине, самый большой экземпляр нам подарил любитель из Черкасс, который вырастал дома. Тут он у нас, конечно, уже разросся, но он его привез уже готовым растением на этой доске. Просто к ним надо относиться очень внимательно, учитывать все их требования, возможности, пожелания. Не так я поставлю там, где мне хочется, а я поставлю там растение, где ему будет хорошо. Я посажу не в такой горшок, как мне хочется, а такой, который нужен его корневой системе. Тогда можно вырастить все, что угодно. Сейчас такие есть любители крутые, которые выращивают растение. Это непентес, вот это обалденное растение, называется непентес. Спасибо большое. Мне экскурсию провела Лариса Павловна. Лариса Павловна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Сегодня очень хорошая солнечная погода И только гулять на улице И в ботанический сад сходить тоже очень интересно бывает Кажется, ну что тут такого, посмотрела одно растение какое-то, второе А нет, бывает очень много чего интересного Так что на выходные дни можно сходить в ботанический сад И узнать много интересного А киевляне в ботанический сад Фомина После ботанического сада иду домой Ну и заодно покажу вам еще Киев Это вот гостиница Хилтон Напротив ботанического сада А я сейчас направляюсь к метро-университет Ну я, наверное, еще погуляю Потому что погода такая классная Это бульвар Шевченко И вот уже само метро Метро-университет Оно так интересно расположено Кажется, что само здание очень маленькое и низенькое На самом деле метро находится на склоне И с той стороны, если обойти это здание С той стороны, вниз если спуститься Там как двухэтажное оно здание Очень красивое И за ним находится ботанический сад Мы с Тамарой ходили и вам показывали цветущие магнолии Люди уже вообще ходят даже Некоторые совсем раздетые Цветы здесь продают А вот вход Ботанический сад с другой стороны Цветут здесь весной Магнолии Красота будет Или все-таки пойду покажу вам еще Вид с другой стороны Специально спустилась Вот такой вид уже с другой стороны Метро-университет Голуби на крыше А вот внизу сад магнолий И если у нас будет время Мы с вами и придем Сюда, когда они будут цвести Сюда-университет Песня Субтитры делал DimaTorzok Моопарк. Можно вниз спуститься по склону и там в тишине погулять. Воробьи тоже как люди бывают. Некоторые шустрые, без движения не могут. А некоторые, как вот этот, например, как сел, как я, в одном месте. Все. Ой, нет, полетел. Сидит долго в одном месте. Сколько птичек чувствует весну. А здесь я с Тарасом встретилась после метроуниверситета. Да, я надеялся встретить, любой видится на полчасика. На полчасика сегодня перерыв у тебя. Хорошо, как раз я вовремя попала на перерыв. Да, как раз в обед, да. Ну, пошли в кафе сходим. Ну, все, пошли в кафе. Хорошо, хоть встретились. Думаете, где мы находимся? В Республике? Нет. Мы находимся в Листине. Мы ставим шоколад в Киеве. Она тоже есть здесь. И мы сейчас будем выбирать. Что-то солуденьки себе закажем. Очень сладко. Что мы еще не выбрали, но сейчас будем смотреть. Я уже показывала вам это кафе. Такие здесь потолки. Очень много шоколадов. Когда будем выходить, я вам покажу. Да, десерт сейчас еще будем заказывать. А здесь рядом на подоконнике какие-то шишечки, чайники. Ступка. Ступка даже есть. Принесли нам шоколад. Здесь три вида шоколада. Черный, белый и молочный. Такой вкусняшка такая. И вот такой десерт с черникой. Натуральный. Черника, сгущенное молоко, взбитые сливки и всего-всего. Ммм, вкуснятина. И у меня латте, а у Тараса... Тараса... У Тараса американ. Черника со сгущенным молоком. А-а-а! Какая вкуснятина! Какая красота! Черника. Натуральная, между прочим. Шоколад сильно сладкий, поэтому надо запивать водичкой. Вот так. А что прям как будто горькое? Оно же сладкое. Ну, сладко-горькое. Не вкусное, да. Как это сладко-горькое? Ммм, шоколад, огурький. А, огурький, черный, да? А белый сладкий? Ммм, ням-ням-ням. О, меня теперь видно. Только надо немножко наклоняться вот так, чтобы... Вот так видно. Нормально. Так хорошо тоже. Скажешь, Люба опять десерты кушает. Десерты. Это у нас еще, где мы жили еще? Наверное, где-то на Борщегорке? Не. Первое, когда у тебя дом какой-то, первый. А, ну... Это на трамвайчике эти. Да, на Борщегорке. На Борщегорке. У меня однокомнатную квартиру дали. Да, мы тогда в детстве, Люба меня водила на коктейли. А как эти коктейли назывались? Как они? Вот эти с льдом. И там молоко было, по-моему, нет? Ты помнишь? Молочный коктейль? Да, молочный, да. Молочный коктейль был. И вот это я помню. У меня тоже такой большой был. Стакан вот такая, ложка здоровая. И он там все в пенке было. Это там у меня повторение. Латте. Вкусное какое-то. А у Тараса, это, американа. И три вида шоколада. И три вида шоколада. Я не могу его уже. А я вообще еще помню, что ты, Тараса? Да, да, да. А я вообще-то раз помню. Ты знаешь, как мы ходили, я вас водила всех в зоопарк. Я их всех водила в зоопарк. Камал, Олег, Люда, Светланка, Тарас. И, а здесь еще в животе, я беременная. Идем мы в зоопарк. И все у меня люди так сочувствованы на меня смотрят. А потом, говорю, ого, в трамвае одна женщина, говорит, бабулька уже. Это все ваши дети? Я говорю, да, мои. Она говорит, ого, как это вы в наше время? Столько детей. Я со всеми вами ходила. Это когда, это, как в фильме, это не фильме, это комната страха, по-моему. И ты сказала, что нельзя туда. Мы так обиделись на тебя туда. Потому что я сама боялась это разгадить. Да. Черник, алгоритм. Да. А шоколад сладкий? Запивайте. Очень сладкий шоколад, да, его надо запивать. Ну, не, нормально. Я так потом запью, когда уже все съем. Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Димирского собора. Недавно вам показывала. Поцелудились, немного поцелудились, чтобы душу прогулялись по Киеву. Сегодня в Киеве погода хорошая, более-менее. Будем прощаться. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока-пока. Собор красивенный. Еще я вам хочу показать, вот я сейчас жду троллейбус. троллейбус придет через четыре минуты, а следующий будет через 39 минут, да? Ага, ого. Через полчаса, значит. Ну, через четыре минуты, и я уже в троллейбусе. Восьмерка едет. Где-то через пять приблизительно. Ага, восьмерка. А маршрута, конечно, очень много ходит. Ну, все, давай. Все, давай, пока. Все, Тарасик, давай, спасибо. Да, спасибо, да. Вот такой билетик стоит четыре времени. И вот сюда компостер. Субтитры сделал DimaTorzok Пути на улице. Обережно, твери зачиняются. Наступная зупенка, площа перемовлений.